Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева в начале главной темы выпуска. Повысили квартплату за май и июнь для тех, кто вовремя не внес деньги. В Рязани управляющие компании выставляют счета с нарушениями. Награда за каждую лисицу рязанским охотникам будут платить за отстрел распространяющих бешенство животных. Коллекторы, бункеры, бомбы, убежища. Рязанские диггеры изучают места, в которые вряд ли будут водить экскурсии. Коммунальный грабеж устроили управляющие компании рязанцам. Более 30 человек обратились к правозащитникам, потому что за май и июнь им предложили оплатить с учетом июльского 4-процентного повышения. Что делать, если тарифы на ком-услуги растут незаконно и как вернуть деньги обратно в нашем следующем сюжете. Оштрафовать управляющую компанию – это право квартиросъемщика, рассказывает руководитель Ассоциации защиты прав потребителей человек Олег Попов. Каждый, кому насчитали платежи за май и июнь по завышенным тарифам, имеет право потребовать, чтобы переплату вернули на счет, если управляющая компания откажется идти в суд. Если этот платеж вы провели, вы имеете право начислить на превышение этой суммы штраф, то есть получить штраф как потребитель коммунальных услуг. Это заложена норма в правилах предоставления коммунальных услуг. Но есть одна оговорка – вы не в денежном выражении получаете эти деньги назад с учетом увеличения в полтора раза, а эти деньги еще идут в счет будущих платежей. Однако вовремя внесенные платежи не всегда гарантируют качество ком-услуг. В одном из подъездов дома номер 18 по улице Энгельса в субботу отключили газ. Жильцам сказали ждать голубого топлива до понедельника. В одной из квартир хозяин решил самостоятельно поменять колонку и выходные этим вопросом заниматься никто не будет. В понедельник я пришел с работы в обед. Газа никакого нет. Звоню туда, в Горгаз. Они меня посылают, звонили, говорят, в дом управления, нам никаких денег не перечислили. Я говорю, ну я-то вам плачу деньги, ты не нам платишь, ты кому-то еще там. Ну вот круговерь тут такая. Люди остались не только без возможности приготовить себе еду. Еще и без горячей воды в доме у всех установлены водонагревательные колонки. Николай принес электрический чайник из гаража, готовили в микроволновке и мультиварке. Сложнее пришлось людям пожилым. Бутерброд сделали и чай попили. Ну на этом вот три дня держались. Больше не на чем. Ни микроволновок, ни мультиварка у нас нет. Ну уж мы вроде старые, поэтому мы и не пытаемся их приобретать. Ну вот, наверное, придется. Владелец злополучной квартиры появился в понедельник. Извиняться перед соседями он не спешил. Я же не начальник Горгаза. Ну вы сегодня все отремонтируете или нет? Ну ребята все сделают. Работы в доме начались только после того, как жильцы сообщили диспетчеру Горгаза, что о своей проблеме расскажут журналистам. Если бы не этот звонок, остается только гадать, сколько бы еще они сидели без газа. Дина Ислева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Награда за каждую лисицу. Рязанским охотникам в осенний сезон будут платить 250 рублей за убитую рыжую хищницу. Лисицы являются потенциальными переносчиками бешенства. По мнению властей, к 15 сентября их численность должна сократиться и составить одну особь на тысячу гектаров. О том, где и как можно получить компенсацию за отстрел, расскажет Алексей Нилов. Лисы давно являются одной из проблем жителей сел. Опасны не сколько они сами, сколько последствий их пребывания рядом с жильем человека. Насторожить может агрессивное поведение этих хищников и отсутствие страха перед человеком. Это значит, что лиса, скорее всего, больна бешенством. Ну-ка, отпусти. Ну-ка, отпусти. Это мой чехол от лодки. Отпусти, говорю. Отпусти. Нельзя. По данным Министерства природы Рязани, за февраль-март численность лис составляла более 4200 голов. Сейчас это число может достигать около 10 тысяч. Беспокоящимся о судьбе этих зверей стоит знать, что вымирание им не грозит. Это такой пластичный вид, который может жить в населенных пунктах, рядом с человеком. Он, в общем, приспосабливается. И уничтожить, так же, как вот и волк, к примеру, его невозможно. Отстрел можно вести до 95% отчистенности. Мы даже не доходим до такого процента отстрела. Стоит отметить, что такой же закон у нас ранее действовал по отношению к волкам. В соседних же регионах, например, в Липецкой области, давно существует закон о выплате вознаграждения за отстрел лис. Спортивную охоту в Лизанской области на них можно будет вести с 15 сентября до 28 апреля. До этого времени будет проводиться снижение количества лис до одной особи на 1000 гектар силами специальных бригад и штатных охотников-лесхозов. Тушки можно будет сдать в районных ветеринарных станциях, где они будут утилизированы. Алексей Нилов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Штраф 3000 рублей заплатит руководство передвижного зоопарка «Ноев Ковчег». Такое решение было принято сегодня в госинспекции по ветеринарии Рязанской области. Напомню, на минувшей неделе там побывали зоозащитники, которые сняли видео о том, в каких условиях содержатся животные. Потом в зверинец с проверкой пришла прокуратура и другие надзорные органы. Выяснилось, что у некоторых животных нет ветеринарных сопроводительных документов. Также владелец не смог предъявить документы на мясо, которым кормил хищников. Незаконно получили разрешение на сбор, транспортировку и обезвреживание нефтесодержащих отходов четвертого класса опасности в районе поселка Турлатова. Эксперт государственного ведомства, выдавшего документы, даже не побывал на территории. Нарушение законодательства выявила Рязанская природоохранная прокуратура. Судебные разбирательства, начатые в 2017-м, идут до сих пор. Мы видим огороженную территорию забора металлическим. Здесь непонятно, то ли это грунт, то ли это почва. То есть, где даже вот здесь видно, что какая-либо вообще бетонная твердая покрытия отсутствует. Отходы четвертого класса экологической опасности, нефтесодержащие иловые осадки. В районе поселка Турлатова их планировали обезвреживать, чтобы потом продавать. Одна проблема – территория для этого совсем не приспособлена. Однако ведомство, выдавшее разрешение, это не остановило. Экспертам в своем заключении указано, что на якобы осмотренным экспертом земельном участке, который эксперт не осматривал, имеются приемники-накопители, предназначенные для выгрузки и временного хранения нефтесодержащих отходов. По факту, с выезда на место прокуратуры установлено, что данных приемников-накопителей на территории земельного участка, на котором планируется деятельность по обезвреживанию отходов, данные приемники-накопители отсутствуют. С этим незаконным заключением предприятие получило лицензию. Сейчас фактически оно имеет право осуществлять деятельность по обезвреживанию отходов. Но природа охраны прокуратуры через суд будет добиваться ее аннулирования. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Раскрытие особо тяжких преступлений – это главная задача сотрудников Следственного комитета. В детективных фильмах и сериалах их работа кажется простой, но в жизни дела обстоят иначе. Каждый шаг регламентирован юридическими нормами. Из-за одного неправильного действия преступник может избежать наказания. О буднях работников Следственного комитета расскажет Мария Рудая. Алексей Ошкин начал свой профессиональный путь с самых основ. В 2001 году он закончил управление правоуправления, далее пошел работать следователем в прокуратуру, а примерно через 4 года стал прокурором-криминалистом. После чего была служба собственной безопасности, а сейчас Алексей занимается кадровой работой. Для него даже не стоял вопрос о выборе профессии. Семья Алексея – яркий пример преемственности поколений. Примерно 20 родственников еще с советских времен посвятили свою жизнь правоохранительным органам. Он пошел по их стопам. Благодаря Алексею были раскрыты сложные дела, как говорится, по горячим следам. Одно вообще вошло в историю, как дело раскрытое по чеку. Поступило сообщение о том, что в одном из домов в московском районе города Рязани обнаружено два трупа. В одном из частных домов. Ну, соответственно, в то время я работал старшим прокурором-криминалистом. Мы с коллегой выехали на место. Там уже находились сотрудники полиции. Шла обычная работа. В частности, осмотр места происшествия. Заканчивая осмотр места происшествия, я обратил внимание на фрагмент бумаги. Как выяснилось, это был чек из магазина. По камерам наблюдения магазина смогли найти преступника. Есть еще один случай, который особенно запомнился Алексею. Здесь он тоже сыграл решающую роль в раскрытии убийства. Произошло это в 2009 году. В лесу рядом с Милославкой нашли тело девушки. Когда я туда приехал, мне бросилось в глаза, что на месте преступления лежали осколки от бутылки со следами, похожими на кровь. Откуда они там взялись? Я внятного объяснения от коллег не получил. И решил эту версию проверить. По показаниям других очевидцев были установлены вот эти девушки, которые находились потерпевшие в одной компании. И после этого, значит, в их числе была та девушка, которая совершила преступление. Как раз у них вознял конфликт, как потом выяснилось. И в ходе которого она нанесла удар этой бутылке ей по голове. Сейчас на вооружении следователей и криминалистов Следственного комитета новейшая техника. Но главное оружие – это ум, усердие и неравнодушие. Бессонные ночи на работе или месте преступления, сбор доказательств, раскрытие преступлений по горячим следам – это как раз про них. В такой работе мелочей не бывает. Важно все. То, что не видно глазу обычного человека, не укроется от опытного сотрудника. Порой как раз такая мелочь может стать главной уликой в деле. Это показывает и опыт Алексея Ошкина. На его груди находятся медали, но одной он особенно гордится. Ее Алексей получил за командировку в Южную Осетию. 2008 год запомнился жутким вторжением грузин, которые напали на мирное население. Там практически это была как бы микровойна. Микровойна, было много пострадавших. Нашей задачей было допрашивать и признавать в качестве потерпевших тех лиц, которые остались живы, извлекать осколки, пуль и так далее. То есть собирать вещественные доказательства. Кто-то из них потерял близких, кто-то был покалечен, а кто-то просто не остался в живых в результате вот этих бомбежек. Это было горе, слезы и конкретно человеческие судьбы. В следственном комитете серьезное внимание уделяют физической и психологической разгрузке сотрудников. Здесь лучше всего помогает спорт. В 2011 год проводились турниры между командами, городами следственного комитета, в которых мы принимали участие. И вот как вы видите здесь, в Кострому мы уезжали в 2011 год, и причем очень удачно выступили, оба раза заняли второе место. Неплохой был результат достигнутый во Владимире, где из 16 команд мы вошли в четверку, в четверку сильнейших. Сейчас от Алексея Ошкина зависит, будет ли человек принят в ряды следственного комитета. Он признается, за годы работы можно научиться разбираться в людях и даже стать немного психологом. Также Алексей занимается подбором кандидатов в Институт общественных помощников. В основном ими становятся студенты юридических факультетов. Это как раз та ступень, пройдя которую, становится понятно, сможет ли потенциальный следователь выполнять свою работу. Ведь это не просто профессия, а это настоящее служение и настоящий подвиг, который сотрудники СК несут незаметно от чужих глаз и день, и ночь. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Коллекторы, бункеры, бомбы, убежища в Рязани – много мест с интересной историей, но не все из них идеальное место для экскурсии. На прониктовение и изучение таких объектов специализируются диггеры с людьми, которые пишут подземную историю Рязани, общалась наша съемочная группа. Слово «диггер» происходит от английского глагола, означающего «копать». В Рязани у них есть полноценное сообщество. Это логично, раз мы также имеем достаточное количество различных коллекторов, бомбоубежищ и катакомб. Например, кожезаводской коллектор в Конищево, проржавевший металлические лестницы, отсутствие вентиляционных шахт и наличие метана препятствуют активному изучению. Если и ходить туда, то только хорошо экипированным и с группой друзей-профессионалов. Денис Мурушкин готов пойти на такой риск ради сохранения истории родного края. Любое подземное сооружение, любое надземное сооружение, оно имеет историю. Эта история находится на нашей земле. И об этой истории, я думаю, нужно рассказывать, а не молчать. Потому что время оно течет, земля покрывает все тайными, зарастает со временем все это. И рано или поздно просто от нас все это природа скроет. Поэтому пока есть возможность, нужно об этом рассказывать, показывать, чтобы люди об этом знали. Денис посетил также коллектор реки Уйбить, Иоанна Богословский монастырь в Пощупово и Ваганьковское кладбище в Москве. Конкретно диггерством он решил заняться недавно. Им движет не столько желание просто побывать в таких местах, сколько провести его полноценное исследование. Любой поход начинается с проверки информации в историческом архиве. Без нужных знаний не стоит даже и думать о вылазке. И уж точно не рекомендуется идти туда ради красивых фотографий. Затем ребята тщательно экипируются. Разводной ключ, фонарь, перчатки для защиты рук, удобная одежда для ходьбы в экстремальных условиях. К тому же необходимы стальные нервы, так как диггерство сопряжено с большим стрессом и угрозой для здоровья. Хотя и есть возможность увидеть интересные находки. Подземный мир живет по своим правилам. Несоблюдение их может привести к серьезным последствиям. Денис же дает возможность зрителям увидеть все своими глазами, не подвергая свою жизнь опасности. В будущем он планирует и дальше посещать интересные места с точки зрения истории и рассказывать о них. Алексей Ниов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В погоне за красивой фигурой многие покупают продукты с надписью «диетический», но действительно ли они полезны для здоровья? Что такое правильное питание и как суметь отличить полезный продукт от уловок маркетологов, выясняла Анна Малистова. Ласкова Анастасия, врач-анестезиолог-ревматолог. Такая работа требует много сил и энергии, поэтому необходимо вести здоровый образ жизни. По словам девушки, она не сидит на диетах, а правильно питается. Анастасия советует употреблять больше фруктов и овощей, а сахар заменить на мед. Весь фастфуд я бы точно исключила, все общепиты я бы исключила из рациона своего. Сладкое, мучное в граничном количестве. Хотя тоже можно позволить себе иногда, если очень хочется. Анастасия уверяет, очень часто то, что пишет производитель на упаковке, не соответствует действительности, ведь мучной или сладкий продукт априори не может быть диетическим. Диетолог Светлана Арканова утверждает, на производстве крайне сложно создать диетический продукт. Производитель в первую очередь старается продлить срок годности товара, добавляя консерванты и стабилизаторы, а такой продукт уже не может относиться к правильному и полезному питанию. Мы решили выяснить, что же может считаться диетическим продуктом. Он должен быть натуральный, с небольшим количеством калорий, с небольшим количеством углеводов простых в перерасчете на сахар, обычно пишут так на упаковке, с небольшим количеством жиров, максимально натуральный. В нем, по сути, должны быть белки, либо пищевые волокна. По словам специалистов, в диетическом продукте не может быть сахара, поэтому в нем должны быть его натуральные заменители. К примеру, стевия и мед – это продукты дорогостоящие, и, следовательно, производитель вряд ли станет их использовать. Что касается диетических газированных напитков, производитель утверждает, что там нет калорий. В таких продуктах сахар заменен на сахарозаменитель. Употребляя их, вы получаете только сладкий вкус, а не энергию. Благодаря такому обману своего организма, вам хочется сладкого еще больше. При этом врачи предупреждают, что любой сладкий газированный напиток врезан для вашего здоровья и фигуры. К диетическим продуктам в магазине может относиться, к примеру, ягодный щербет без сахара или обезжиренный йогурт. Если вы видите майонез или торт с надписью «Диетический», то знайте, это хитрый прием маркетологов. Чтобы не покупаться на подобный обман, необходимо внимательно читать состав продукта, а лучше и вовсе готовить самим. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok